Русское народное хороводное псевдо-японское автоизделие по названиям Ниссан Какашка. Когда я вижу этот кусок говна, мне реально так жаль тех людей, которые ездят на этой машине. Просто капец, вы посмотрите на это дерьмо. В чем смысл? Я здесь не вижу ничего того, чтобы меня убедило купить эту машину. Еще понимаете, ведь это же денег стоит. Чего, блядь? В нашем случае, 17-й год, лучший мотор 2 литра на механике, это самое лучшее вот в этой вот машине, это не вариатор. Какие-то есть дебилы, берут на вариаторе. А самые конченые покойники берут еще с мотором 1.2. 1.2, Карл! Сука, 1.2. Самый кайф, если ты конченый долбоеб, 1.2, турбо и вариатор. Будешь кайфовать, может быть даже 100 тысяч проедет. Проедет 1.250. Трехгодовалый кусок фольги. Не, ну хорошо, немножко железа есть. А новый, вот знаешь, какой-нибудь хорошей комплектации, 1.800. К 2 лямам новая тачка. Это, конечно же, вариатор, 2 литра, полный привод. Здесь машина типа для тех, знаешь, кто не хочет напрягаться. Нету проблемного вариатора. Передний привод, минимальная комплектация, нет ничего лишнего. А теперь объясни, нахуй тогда брать пустое говно за 1.200. Зачем? Что я не понял? Зачем? Ну здесь хотя бы цвет более-менее. Он такой типа строгий, якобы солидный. Ну, блядь, ну вот я смотрю, ну, блядь, ну как так? Дизайн, вот это вот лягушачья морда. Ну как они могли придумать? Неужели это уже все? Ниссан, Рено, Лада, да? Это же уже одна тема. Неужели это все стало Жигулями? Вот это вот ручка, сделанная из пена, поли, псевдо, блядь, не знаю, бумаги. Да и дверь примерно такая же. Она такая легкая. Процентов 70 веса двери это стекло. Блядь, такая же хуйня. Кто-то говорит, что это акулий плавник. А мне кажется, что это пилотка. Кроме как пилотка, по-другому не назовешь человека, который ездит, блядь, в этом унитазе. Бля, а что капот такой тяжелый? Реально из металла. Двухлитровый мотор. Блин, это вот единственное, за что можно вот какашку как-то сказать. Ну типа да, потому что это старый мотор. И он ничем не поменялся. Ну может быть что-то. Короче, это тот же самый 2 литра, 144 лошади. Говорят, что он даже может проехать 300 или 400 тысяч километров. Ну для русско-японского изделия это уже, мне кажется, даже перебор. О, культурненький заборчик. Надпись Nissan. Но должна быть не Nissan, а надпись очко. Да, масло он не жрет. Расход у него вполне нормальный. По городу 11 литров на механике и на вариаторе. То есть это будет один и тот же расход. Не, ну конечно, если ты там начнешь притапливать. Короче, литров 13. 11-13. На 1,2 я не знаю. Никогда не ездил на моторах типа 1,2. Если ты, конечно, не на мотоцикле. А это хуйня. Чтобы кричать. Помогите! Я бы сказал так. Долбоеб сел за долбоебом. И ему здесь охеренно тесно. Лучше и не скажешь. Ну здесь просто вообще нет места. Ну да, над головой оно еще есть. Потому что тут нету панорамы. Я ростом примерно 2 метра 10 сантиметров. Вешу 160 килограмм. И здесь вот мне довольно тесновато. Но место присутствует над башкой. То есть если ты баба-раб, то для рогов тут тебе будет достаточно пространства. Но если ты мужик, блядь, никогда сюда не садись. Понял, сука? Как ты думаешь, что я могу рассказать про материалы отделки? Только то, что это полная хуйня в духе Соляриса. Если ты любитель корейских автомобилей, тебе здесь очень понравится. Потому что тут так здорово! Уебищнейшая ручка. Материал содранный из школьной формы. Из штанов, блядь. Самое лучшее, что здесь есть, это пустая бутылка от святого источника. Не, ну конечно, я бы не хотел на этой машине ездить. Это просто кал. Посидим, отдохнем. Хотя нет, продолжим. Кстати, фары, да, по-моему, как у Мондео спиздили. Ну а что, даже нарисовать ничего не могут. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Ну почему нет? Багажник, в который не вместится ничего, кроме как пару пакетиков из ленты. Ну то есть, это вообще ноль. Объясните мне, нахуй нужен такой кроссовер, в который ничего не положить, кроме как пару пакетиков? Не, ну это, конечно, вообще пиздец. Блядь, сидя в этом говне, ты себя будешь чувствовать терпилой. По-другому, ну никак не получается. Я вот здесь сижу, и что чувствует моя жопа? Она чувствует какую-то обычную дешевейшую подушку. Что в Рио, что в Солярисе, что в любом другом говномобиле вообще одинаковейшие сидения. Да, здесь в принципе вполне терпимо, то есть, если ты такой любитель современного автопрома, то здесь, ну как бы да, вот эта штука, она прикольная. То есть, все выглядит, ну то, что, ну ты схаваешь, ты по-любому это схаваешь. Руль, блядь, ну вот здесь вот они уже, конечно, не смогли ничего придумать. Зачем вот это сидение от велосипеда в форме писсуара вот сюда вот въебывать? Если ты, конечно, привык чувствовать себя терпилой, если ты вот любитель такого дерьма, то тебе здесь будет вполне привычно. Если ты просто привык, что тебя всегда наебывают, что ты платишь, не зная за что, это твой автомобиль. Заебись. Подлокотничек, кстати, вполне нормальные подстаканники, то есть, можно бутылочку поставить. Я считаю, что это прям победа, хотя бы подстаканники. Даже учитывая, что это одна из самых нищебродских и голодранских комплектаций, здесь тебе предоставили, ну так, я скажу, немало. Все четыре стеклоподъемника, электрозеркала, причем вот смотри, они даже складывающиеся. Ключик, как на Ладе Гранте, с такой вот фигней. Смотри на зеркала. Кнопочку нажал, выехали. Бля, типа ты чувствуешь себя таким, что ты взял настоящий автомобиль, а тебе просто дали кнопочку, понимаешь? Кнопочку. Тут у тебя расход пробег, кстати, 30 тысяч, то есть, тачка свежая. Естественно, сейчас любители вот всего этого говна налетят в комментариях и будут говорить, зато это надежный автомобиль. Да, он реально надежный, особенно если на механике и двухлитровый мотор. Только, только двухлитровый мотор. Да, он тебе не будет ебать голову. Конечно, если бы еще это говно вынимало тебе мозги, я бы не просто ржал над теми, кто ездит на этом фраерском ведре, а я бы, не знаю, я потерял бы веру в человечество. Не, ну ты индейец, я балдю, бам-бам. Этот дисплей говорит о том, что ты в современном автомобиле. Здесь вот это вот тач, его надо включить, правда. Там какое-нибудь радио сейчас будет. Ну, здесь вон нажимается все. Теперь все, ты кайфуешь. Здесь тебе показывает расход топлива. Ты, естественно, все это можешь настроить вот на этом писсуаре. Телефон, радио, магнитола, управление компьютером. О, кстати, мы можем отключить. Что тут, стабилизация или что это такое? Вот с одной стороны, мотор здесь, действительно, он живучий. Он проедет свои там 300 тысяч, только масло меняет. Не каждые 15 тысяч, как эти долбоебы советуют. Ну, блин, ну не больше 10 тысяч, чтобы замена масла была. Меняй, будет он ездить, да. Но при этом он звучит, как жигулевское какое-то изделие. Почему? Очень странно. Его заводишь, и опять же, вот этот звук такой крысиный. Очень легкий руль. Видимо, электроусилитель, но это без разницы, какой там усилитель. Потому что хоть электро, хоть гидро, он тебе вынимать мозги не будет. Здесь тебе ничего не будет вынимать мозги, кроме одного. Ощущение, что тебя наебали. Потому что все сделано очень дешево. Для того, чтобы купить эту хуйню новой, тебе нужно в районе что-то полутора миллиона рублей. Неужели вот действительно люди покупают? Вот кто это покупает? Можете написать в комментариях, если найдутся такие. Можете мне объяснить, почему надо покупать эту машину? Что касается подвески, рулежки, здесь, опять же, никаких проблем не будет. Да, надежность, она здесь есть. Ты хочешь, если себе за полтора ляма взять машину, которая не будет ломаться? Да, это можно взять. Но она не стоит таких денег. За эти деньги можно взять 3х5. Бля, это было бы круто. Управляемость здесь по-азиатски никакая. То есть, само собой, у тебя к этому не будет вопросов, если ты не ездил на нормальных машинах. Педаль, кстати, вообще ватная. Тормоза есть лучше, кстати, чем в каком-нибудь Лексусе. Или еще, я не знаю, каких-нибудь там Тойотах. Тормоза для азиатского говна, тормоза нормальные. Заебись. Но с немецкого автомобиля сюда садиться нельзя. Ну, ты очень расстроишься. Это будет печально, блядь. Стекло с таким звуком поднимается. Как будто оно ломается, а не поднимается. Машина, кстати, более-менее нормально разгоняется. Вот на механике. Потому что, ну, то есть можно нажать. Вес здесь тонна 450, пустая машина. 2 литра, 144 лошади, это вполне достаточно, если ты худенькая девочка. И у тебя нет никаких претензий к езде, то тебе этого хватит прям за глаза и за уши. Тупая бабища. Даже, может быть, штрафы будешь собирать где-нибудь на кольцевой. Для девочки, которая никогда не ездила ни на каких машинах, вот это подходит, да. Но ты же не будешь свои деньги тратить на то, чтобы твоя баба ездила на этом. Ты же не дурак, правильно? Ты ей купишь тысяч за 400 какую-нибудь шляпу. Или пускай сама зарабатывает. Если она сама купила за свой счет, ее проблемы, вопросов нет. Но если ты мужик и ездишь на какашке, я тебе сочувствую. Да не, мужики на таком говне не ездят. Это пиздец, блядь. Какие конкуренты у этой хуеты? И Sportage, AX35, Tucson, Mitsubishi ISX какой-нибудь. Outlander. Ну, Outlander-то, может, побольше будет? То есть, у этой хуйни такие же конкуренты, как и сама вот эта хуйня. Все логично. В принципе, логично. Но откуда взялись эти суммы? Как можно за это платить? Я понимаю, если бы это было по цене гранты. Ребята, по цене гранты это должно стоить все. Но здесь, понятно, стоят убогие чехлы. Но там все равно материя вот такая вот сраная, говняная, дешевая. Вот как на полике у меня было то же самое. Только полик стоит в два раза дешевле. А здесь же типа кроссовер. То есть, тебя просто имеют. Тебе в междупалье вставляют вот эту вот фигню. А какой кроссовер? Просвет там 20 сантиметров. В данном случае передний привод. Ну так за полный привод ты еще платишь там чуть ли не к двум лямам. Мне реально интересно. Да, еще Mazda CX-5 есть. Ну тоже, видимо, ну гейская тачка. Точно! Вот, оказывается, для чего это придумано. Для гео. Да что ты говоришь, моя хорошая? Не, мужик, конечно, не сядет в это говно. Это 100%. О, вот это мне понятно. Это я понимаю. Скажите, что можно взять по цене вот этого ведра? Кто бы что взял, напишите в комментариях. Но я бы такую машину точно бы никогда не купил. Мне вообще непонятно, как можно это брать. Для чего? Я понимаю, да, мне нравятся кроссоверы. У меня у самого X5. И это крутая тачка. Это кайфовая тачка. Он сам по себе крутой, понимаете? Там полный привод. Там мотор помощнее. Ну хотя он такой для него должен быть еще больше, но достаточный. Он большой. Он внутри большой. А этот маленький. Это действительно очень маленькая машина. Почему ее берут? Может здесь я увижу что-то? В чем причина? Нет, не вижу. Пацаны, напишите ваше мнение про Кашкай. Потому что я до сих пор не понимаю, зачем. Не, я понимаю, если бы он стоил раза в два дешевле. А за эти деньги я не понимаю. Что не так? Что со мной не так? Пиши в комментариях свое мнение и подписывайся на канал. Подпишись на Сашу Бешеного. Если хочешь, чтобы я обосрал твою тачку, напиши мне в личку. Все ссылочки в описании, братва. Всем пока. Да, блядь, надо ж, впаривают людям всякое говно. Любит наш народ всякое говно.